Шалом всем! Сегодня я бы хотел поговорить про качества лидерские, которые нам Тора и устная, и письменная Тора говорит, должны быть у человека. Я хочу подчеркнуть, когда мы говорим про лидера, я, может быть, еще скажу это несколько раз на уроке, это не только лидер над какой-то группой людей, скажем, должен руководить или что-нибудь такое, или над народом. Имеется в виду даже быть лидером самого себя. Потому что когда ты сам управляешь себя, вот какие качества должны быть, чтобы правильно управлять, потому что мы должны управлять самих себя тоже часто в жизни, не часто, а всегда в нашей жизни. Мы не можем остановиться, мы должны принимать правильные решения в нашей личной жизни. Мы должны, в общем, выбирать какую-то дорогу, воздерживаться от каких-то моментов. Кто такое лидер в еврейском народе? Я подумал с вами вместе сегодня поучить великого нашего раввина Авраам Ицхака Гоэн Кука в своей книге «Эн Ая», который говорит об этом. Мне кажется, это очень важно. Это связано с нашими недельными главами также. Мы сейчас находимся… Моисей спускается после Йома-Кипурим, после Дня Искупления. Он спускается из горы Синай. Он спускается с новыми скрижалями, как говорит нам Ращи, потому что скрижали первые, которые были ему даны. Они были, к сожалению, разбиты после того, как еврейский народ совершил сделку Золотого Тельца. Он спускается, и самое первое, то, что он делает, он собирает еврейский народ и говорит, пришло время сейчас, мы должны строить мешкан, должны строить переносной храм. Ну, конечно, я бы сказал, что вначале это было, может быть, что-то временное, потому что это только переносной, это когда мы только в пустыне, а когда мы зайдем в Эрот-Исраэль, мы построим уже что-то постоянное. Но вот этот переносной храм, он был у нас не столетиями, он был несколько сотен лет, пока царь Соломон потом построил уже в Иерушалайме, на храмовой горе, где сегодня у нас на жестина плача, что-то уже постоянное. Но, смотрите, это очень большой проект, это даже переносной храм, он требует инвестиций, требует, в общем, чтобы инженеры работали над этим, ювелирные всякие работы. Это все необыкновенно огромнейший проект, который должен быть лидер этого проекта. Кто будет самый такой менеджер, главный менеджер, который имен и ответственный, руководитель всего этого? Кто это будет? Так, кто нам рассказывает, Всевышний говорит, «Вейомер Мошэль бне Исраэль», Мошэль говорит сынам Израэля, «Рэу», вы знаете, кто назначается? «Кара Ашем Бецэль, Бешем Бецэльэль», будет Бецэльэль, Всевышний назвал Бецэльэля, «Бен Ури», «Бен Хурлематэй Йуда», то есть он из колена юбри, царского колена, и Всевышний говорит, это тоже вообще интересный вопрос, откуда, поймите, переносной храм, и все вот эти, все сосуды там, и все, как это все было сделано, это необыкновенный талант. Это, мне кто-то сказал, если кто гулял на площади в старом городе, там есть где золотая вот эта минора, так она, вот такая она должна быть, выглядеть по-настоящему, но она не настоящая, потому что там внутри, там нету золота, там вокруг все это золото, но внутри, потому что не сумели это сделать, потому что как оно бы стояло, потому что бы она не упала, чтобы не развалилась. Это искусство необыкновенное, которое надо понимать в этом, и Всевышний говорит, то есть есть у него вот этот талант, несмотря на то, что в Египте мы не занимались ювелирными работами, в Египте мы были далеко от этого, в Египте мы не покупали нашим женам золото или бриллианты, или даже серебро, у нас не было такой возможности, и нам было не до этого абсолютно. Откуда такой талант? Были такие таланты. Люди рождаются с такими талантами, но надо проявить этот талант. Так Всевышний приходит и говорит, вот есть этот Бетсальэль, у него существует с рождения вот этот талант, который он сейчас проявится, и в строительство вот этого мешкана. Так вот он говорит, и все, и у него будет также с ним вместе будет еще но главное по руководству будет Бетсальэль. Это то, что написано у нас в Талмуде. То, что написано в Торе, извините. В Талмуде интересно написано слово Реу, что вот Всевышний, то есть что Моисей, как будто приходит и не просто говорит, вот так Бог решил, и все, давайте, вот он будет руководителем. Написано, вот смотрите, как будто, что вы смотрите, о чем идет речь здесь? Приходит нам Талмуд и говорит, Амар Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, То есть невозможно взять какого-то руководителя. Там, я знаю, там, руководителя. Община должна, общество должно, ты с ним должен посоветоваться. Оно должно это одобрить. Оно это не должно, ты взять, сказать, вот он и все. Так мы решили. Интересно, здесь, может быть, чуть-чуть тоже написано, демократия такая чуть-чуть, да, может быть, не чуть-чуть, да, только Гамара приходит и говорит, это Аллаха такая, то есть это закон. Если мы хотим назначить кого-то, руководителя, так надо, чтобы Цибу, чтобы общее мнение в народе, это приняло, да, не блохима на Цибу, чтобы она одобрила это. Откуда мы это знаем? Приходит Талмуд, говорит, шенэмар, бэйомер мошэль бне Исраэль, рэу кара шэм бэцалэль. Бэшэм бэцалэль. Сколько написано, вот этот стих, который написан у нас при вот этом огромном проекте нужен руководитель. Понимаете, все туда, надо доверять этому человеку. Каждый принесет туда дорогоценные камни, золото, серебро, медные, всякие краски, цвета всякие. Каждый, у кого, может быть, все хотят в этом участвовать. Надо доверять этому человеку. Надо это, то есть доверять это одно. Можно доверять человеку, который неграмотный в этой области. А здесь он должен быть и грамотный полностью именно в этой области и, конечно, доверять ему. Так приходит нам Тора, говорит, вот всевышний, Моше говорит, эльбны Исраэль, рэу, караа, шэм бэшэм бэцалэль. Амарду, акадош боруху лэмошэ, мосэ, хагуна лэха бэцалэль. Интересно. Всевышний, даже всевышний, приходит и говорит, слушай, всевышний приходит и говорит, ты знаешь, я думаю, что бэцалэль, Бог говорит Моисею, бэцалэль он входящий к этой должности. Так урсная Тора нам говорит, что там происходило. Бог приходит к Моше и говорит, Моше, как ты считаешь, хагуна лэха, он подходит себе, он, как ты считаешь, что всевышний советуется к Моше и говорит, я вот хочу поставить бэцалэля. Ну, он хагуна лэха, да, он, в общем, подходит себе, он подходящий, ты считаешь или нет? Ну, отвечает Моисей, амар лэри боно шэллла, им лэфанэхагун, лэфанайлокольшеке. Моше отвечает ему, всевышний, если перед тобой ты считаешь владыка мира, творец мира, ты считаешь, что он подходящий, так тем более в моих глазах он подходящий. Всевышний говорит, хорошо, Афальпикен, несмотря на то, что я считаю, что он подходящий, и ты считаешь, что он подходящий, лэх эмор лэхэнли, Исраэль, иди, скажи, посоветуйся с еврейским народом. Галлах ва амар лэхэнли, Исраэль, Моше пошел к еврейскому народу, собрал весь еврейский народ и говорит им, у нас вот такой проект, агун алехэ бэцалэль, вы считаете, бэцалэль, он пригоден, он нормальный в этой работе. Абруло, им лисней, садожборгу ва лэфанэйхэгун, лэфанэйну, лэфанэйну локольшекэн, кэн. Вы слушай, если перед Богом и перед тобой, Моисей, он подходящий, так перед нами, конечно он подходящий, какие вопросы могут быть здесь. Вот, у нас в Талмуде есть вот такая, такое, такое высказывание. Рад Кук, это высказывание, кажется, вы знаете, обычно Талмуд, это связано с какими-то галахическими моментами, что можно, что нельзя, когда, законы праздники, законы кашрута, судебные разбирательства какие-то. А здесь это такое высказывание, историческое, как будто бы, которое было когда-то, которое сегодня нам говорит, ты знаешь, вот надо, перед тем, как ты выбираешь кого-то, назначаешь кого-то, быть руководителем, ты должен обязательно посоветоваться. Хорошо, сказал и сказал. Здесь в Талмуде написано более того. Он нам рассказывает, и это очень важно, что он рассказывает, сейчас нам будет посмотрим, что Всевышний сказал Моисею. Моисей потом согласился за Всевышний, сказал, нет, Всевышний, если перед тобой, он пригодный, конечно, передо мной, но тем не менее, Всевышний сказал ему, нет, ты должен посоветоваться еврейским народом, и вот это ответ еврейского народа. Конечно, это что-то нас учит, это не просто слова. И давайте сейчас посмотрим, как красиво и глубоко говорит на эту тему Маран Аравкук. Я вам читаю. А Парнас. Парнас – это тот человек, руководитель. А вши икарьи труно старых шиебе маалок не мьет. В общем, Парнас – руководитель. Конечно, икар основное, то, что должно быть у него, это маалот панилиот, это внутренние человеческие качества. Это первая очередь. Шиавле кулян у тагарата лев. Что самое главное, это тагарата лев. Тагарата лев – это чистота сердца. И, конечно, когда у человека есть правильное мировоззрение, правильная мораль, он не гордый, он скромный, он действительно любит помогать друг другу, в общем, другим тоже, не эгоист. И все вот это тагарата лев, это вот это доброе сердце у него, конечно, это потом вызывает правильные действия. к душата маасим, это его действия правильные, а новими душата нефиш у мидотея апнемьет. К душата маасим, вот эти действия, которые потом выражаются и реализуются из-за внутреннего качества вот этого парнаса, вот этого руководителя. Но здесь задается вопрос. Кто знает, когда мы видим какого-то человека, какие у него внутренние качества? Это мы никак не узнаем. Я все время говорю моим молодым студентам, когда вы встречаетесь для того, чтобы найти себе супруга или супругу, на этих встречах невозможно, чтобы ты узнал по-настоящему качество человека. Потому что каждый попытается показать, какой он добрый, какой он хороший, какой он отзывчивый и какой он скромный. Это не узнать. Человек может разыгрывать очень хорошо и показать, что он самый там хороший. Кто по-настоящему знает, какое качество у человека внутри, это только Всевышний. Только Всевышний. Это мы узнаем. Поэтому я всколько хочу сказать, что это надо, конечно, узнавать, это надо спрашивать, это надо делать разведку, конечно, тактом, сделать это очень правильно, не обидеть никого. Надо чтобы узнать, где он учился, где она училась, кто его друзья, где она работает, как она относится, или как он относится и так далее. Только таким образом ты чуть-чуть, опять-таки, чуть-чуть можешь понять по-настоящему, что это за человек. Но здесь, когда идет речь про нас, по-настоящему в глубине только Всевышний он знает, какие качества. Конечно, это недостаточно, что он хороший человек. Хороший парень или хорошая девочка. Это не говорит еще о ней, что они профессионалы. Понимаете, только потому, что они хорошие, они добрые. Извини меня, мне здесь нужен целый проект. Мне здесь нужно реализовать какие-то вещи. Поэтому у меня должны быть тоже качества, такие, которым мне надо руководить. И это было подходящее. И я это сделал тактично, я это сделал правильно, чтобы не обидеть никого и так далее. Это тоже требуется, несмотря на то, что есть люди очень хорошие, но когда они встречаются с обществом, они не просто не умеют себя вести по-человечески, они хорошие люди, которые они должны выразить и так далее. Но профессионализм, он требует тоже какой-то момент, который ты общаешься с обществом. И это требует согласия народа, цибур, общества, понимаете? Потому что Евгений, он такой замечательный, прекрасный человек, но это все в данный момент должно и связаться с чем? С народом. Поэтому Всевышний замечательно, он прекрасно знает, что он хороший человек, но это недостаточно. Как это будет? Конечно, то, что Всевышний говорит, это достаточно, но народ, он должен тоже связаться, народ тоже должен быть на связи с этим, с этим руководителем. Оманан. И сейчас давайте посмотрим. Есть, это такое маленькое предисловие, есть вот эти три момента, говорит Арав Кук, которые требуются вот этому парнасу. Когда мы говорим про маалот, когда мы говорим вот эти важные моменты, которые должны быть у человека, это шалош. Это три вещи. Опять-таки, это вздох, это быть действительно человек зах, человек чистый. Чистый человек, имеется в виду внутренние качества, и опять-таки, это только Всевышний может по-настоящему это узнать. Я хочу подчеркнуть что-то, да, мы это, может быть, говорили уже несколько раз об этом. Когда мы говорим, да, и Арав Кук здесь, Арав Кук здесь специально употребляет вот это высказывание, вздох, как здесь он пишет, вздох, а нефиш, чистота. Если кто-то думает, это я хочу сказать, если кто-то думает, ты родился так, ты родился и потому, что у тебя там, я знаю, пены такие, может быть, конечно, генетически тоже это все проходит, но у каждого из нас вздох, а нефиш. Он должен работать над собой для того, чтобы он у него появился. Может, такого у нас в жизни человек, который скажет, ну я такой, ну что поделать, ну я такой родился. А вот он почему такой добрый, почему такой скромный? Это неправильно, это неправда. Мы читали, и будем читать, что еврейский народ, он уподобливается, он сравняется, и пророк Ермияу называет его, мы называемся, как маслина. Мы, когда зажигаем минору, когда мы зажигаем нашу, в общем, минору, которая была у нас в этом Игдаше, которая была в храме, именно от масла, которое называется шемен, зай, зах. Шемен, масло, оливковое, чистое. Почему именно Всевышний, во-первых, говорит нам, минору надо зажигать этим, с этим у нас будет вот этот свет, который горит не только в Мишкане. Сегодня, когда мы говорим, мы хотим, что вот этот свет, он давал нам свет лично мне, моему, моему ближайшему окружению, моему народу и всему человечеству. Это, в принципе, символ нашего Мишкана, который мы тогда зажигаем минору, но там написано именно оливковое, оливковое, хнистое масло. Так я хочу вам сказать, почему именно оливковое? Потому что любой плод вообще в природе, мы очень бережно относимся к ним. Когда у меня плод созрел, я очень осторожно хочу его там оторвать от дерева, с дерева сорвать его аккуратно, чтобы он не упал у меня, потому что он может побиться и так далее. я не буду трясти яблоню, потому что если яблоки будут так падать, они опять-таки упадут, и там будут они уже не первого сорта. И так любой плод, любой плод. Оливки собирайте совсем другу. оливки находятся где-то на вершине и падают вниз. Если ты чувствуешь себя, ты находишься где-то на вершине, уважаемый, то когда ты можешь дать действительно свет, когда ты можешь дать, чтобы это освещалось и общество давало тепло и свет, когда ты будешь скромным, посмотри на эту оливку. Она скромная, она была где-то наверху, ее били или трясли, она упала, потом ее отжимали серьезно и так далее. Нету такого плода, который он проходит, если можно так выразиться, так над ним издеваются, пока выходит от него чистое оливковое масло. Именно с ним можно сожигать. Также человек, который, знаете, есть такое высказывание у нас в Талмуде, что человек, вот ты видишь на его на лице хохмат адам такир бана, мудрость человека, она сияет его лицо от этого. То есть мы не даем оценки, но когда человек, он действительно сияет и видно в нем, в этом лице, прям реально, визуально это видно, поскольку вот это видно, вот эту склонность. Лид, опять я не говорю, то, что когда молодые пары встречаются, надо узнавать и так далее, мы говорим уже на более высоком уровне, но тем не менее мы приходим и говорим, что часто бывает, что можно это увидеть, да, можно это увидеть, это символ а листья сокры, это надо работать над собой, это не приходит просто так, так же, как и работают, и тяжело работают, пока у нас появляется вот это чистое масло, которое может потом дать свет правильный, так же и мы должны работать над собой. Ну, после того, как мы работали, работали, работали над собой, и существуют у нас внутренние вот эти качества, но внешне это не выражается, внешне я могу посмотреть на этого, на этого, на этого человека, ну, как будто все хорошие, тем более евреи, у нас есть такое качество, это добрый глаз, мы на всех смотрим хорошо, у нас все добрые, все хорошие, все прекрасные, да, но Всевышний по-настоящему знает, сколько человек работал над собой, чтобы быть действительно правильными такими качествами, правильной моралью, которая находится внутри у человека. Это первое, которое требуется для руководителя. Еще раз, первое, это самое внутреннее человеческое качество, которое только Всевышний знает. Второе, второе, присвятое человеческое качество, это ум, это просто ум, умный человек, потому что если ты будешь с хорошими, замечательными качествами, извините меня, у тебя нету, в общем, так ты никуда не пойдешь, ты не сможешь руководить, так поэтому требуется умнейший человек, человек грамотный, умный, наученный, да, который может анализировать ситуацию, может предвидеть ситуацию, как правильно там что делать, понимаете, это не просто быть хорошим человеком, умный человек, это второе, то, что требуется, ум, то может обратить связь, опять-таки, про человеческие качества, вы сказали, что-то внутренне закрыто, но умный, не умный человек, это уже выражается вне, мы видим его поведение, да, когда человек играет в шахматы, так в шахматы, это не обязательно, чтобы кто-то победил в шахматах, он был хорошим человеком, он может быть умнейшим человеком, да, но не обязательно, что он хороший человеком, но хотя бы это уже внешне видно и людям тоже, потому что ум, он что-то внешнее, он выражается, да, и то, кому это будет видно, что это действительно умный человек, это будет видно людям, потому что, смотрите, ум, это такая штука, люди, которые не находятся действительно, например, шахматисты или большие физики, они могут оценить шахматистов, они могут оценить физиков, они могут оценить математиков, а человек, который не грамотный, он разве может оценить, кто умный, кто не умный, кто там лучше, не лучше и так далее, но это тоже даже ум, он не выражается, он не вбитится всему народу, он вбитится только частью народа, те, которые действительно находятся в этой элите, они могут оценить, он действительно такой умный, как говорят, или это просто, я знаю, всем там это кажется, и оценить, поэтому все время говорю, все время говорю, что когда есть какие-то нюансы и спрашивают, вот если мы спросим кого-то с точки зрения любой профессии, да, любой профессии, кого мы будем спрашивать, оценить, например, я знаю, какую-то работу, человек, который написал какую-то работу, а вот эта работа, она действительно что-то стоит, или это просто какое-то там это, так должны эту работу оценить те профессионалы большие, которые связаны, которые вот в этой работе понимают и так далее, я не могу взять простого человека и сказать оценим это, то же самое, меня очень много спрашивают, есть разные, то, что называется капбалисты, вау, капбалисты, да, вау, такие крутые равины, крутые капбалисты, так кто их оценит, их не оценят, те люди, которые, мы считаем, что они крутые, есть люди, которые ничего не понимают в капбале, как они могут оценить, а нет, он уже сделал, он предсказал такие вещи, он сказал какие-то вещи и так далее, уважаемые, надо спросить больших капбалистов, и если капбалисты скажут про него, что да, вау, это великий человек, а если никто про него не говорит, как мы можем прийти и сказать, это как раз он сейчас скажет тоже, еще раз, ум связан, опять не все это могут сказать, а только те, которые понимают в этом, только те, которые могут действительно понять досконально, что он имел в виду и так далее, потому что он действительно но весь народ этому умнейшему человеку они даже не понимают, о чем идет речь, это второе, первое, человеческие качества, второй ум, первое, человеческие качества, они видны только Богу, второй ум, они видны человеку только таким же умным, как он представляет себя умным, амалаш лишите ашлимута амунит, кмуиша тоар балькула, цахлашон алюкех навшот бхендюра, третье, говорит Арав Кук, что то, что требуется, это он выглядит хорошо, мы не можем, несмотря на то, что это кажется, может быть самое такое, он одевается правильно, он умеет разговаривать, он может упиртать, понимаете, это не всегда связано с умом, он хороший араатор, и это есть у нас три момента, первое, человеческие качества, второй это ум, и третье, его, в общем, возможность, как он выглядит перед народом, как он выглядит и так далее, так пишет нам, это очень важный момент, говорит Арав Кук, когда мы говорим, что руководитель, по-настоящему он полноценный, что, сказать слово полноценный, это слишком громко, но сказать, что он действительно идеальный, идеальный, это когда он идет, и вот эти маалот, и вот этот уровень, вот эти преимущества, которые у него есть, они один над другим, то есть это начинается с первого этажа, второй этаж, и третий этаж, ни в коем случае не перевернуть, вы и карагдулаш, лимут айликут, айликут, самое главное, первый этаж, если нет первого этажа, невозможно строить второй этаж, самое главное, уважаемый, сегодня мы смотрим, вот умный человек, да, как он говорит, ой, прям так разговаривает, это действительно очень впечатляет, к сожалению, сегодня наши все эти телевизоры, все вот эти и так далее, все разговоры, у кого умеет разговаривать, он прям берет за собой, и за ним все идут, приходит, говорит нам Тора, и Равкук это объясняет, то должен быть первый этаж, первый этаж, самый элементарный, это человеческие качества, вои, и кара, гедула, шлемута, и логи, цидката, пармаз, вахасидуто, амитит, он действительно цадик, он, патинник, он, это самое первое, ищут пире дубом, второе, у него действительно есть хохма, у него ум необыкновенный, он действительно выше, на несколько голов других, которые могут его руководить, но это второе, второе, а третье, это должно быть тоже, это мы не говорим, что этого не должно быть, но это должно быть третье, третье, это внешний вид, это как он умеет разговаривать, и так далее, это, ну, такой, как-то по-русски говорят, презентабель, ну, как-то, как-то, то есть, мы должны понимать, что есть что-то первостепенное, а есть что-то, то, что второстепенное, да, как это смотреть на это, вот, и только таким образом, когда у человека есть, именно по этому порядку, первый, второй, третий этаж, именно, не только у него существует, вот эти три преимущества, это недостаточно, но собственно, именно по этому порядку, тогда у тебя получится, говорит, когда это все перевернется, когда это будет не так, как нужно, сначала мы скажем, давай посмотрим, что народ скажет, народ, давай, вот народ, 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 вау, как он выглядит, как он разговаривает, это не по-еврейски, не по-еврейски, мы выбираем лидера, что народ скажет, а только потом ум, а только потом человеческие качества, тогда это будет, ле-салев, это будет ошибочно, это будет, мы войдем в заблуждение, если мы будем выбирать себе, да, таким образом, то есть здесь у нас написано, как на веки веков, не только на какой-то, навсегда, мы выбираем себе парнас, выбираем себе руководителя, именно таким образом, а если мы будем говорить, как он хорошо говорит, или как он хорошо выглядит, или какой он там умный и так далее, здесь достаточно, мы должны смотреть с самого начала, а внутри это тагарат, лев, оливки, потому что только это даст по-настоящему настоящий свет, потому что человек, который своим умом, мы часто говорили об этом, ум, это очень опасная штука, потому что если человек что-то хочет, ум, ему объяснит, ему всякими объяснениями, ты же если бы хочешь, почему это правильно, а если ты это не хочешь, он тебе объяснит, ровно наоборот, почему это неправильно, ум, он очень, таким образом, Всевышним создал, это мы видим тоже, в наше время, есть люди, которые говорят, именно так надо, они умные люди, и говорят, что ровно наоборот, почему, связано с человеческими качествами, если у тебя правильные человеческие качества, Если у тебя правильная мораль, божественная мораль, которая у нас находится, она неизменима. Это, конечно, влияет на твое правильное решение твоего ума. Поэтому все начинается с сердца. Это не просто так в перке, а вот тоже было сказано, что самое главное качество человека – это не быть хорошим другом, это не быть хорошим соседом, это даже не предвидеть, который говорит про ум и так далее. А это доброе сердце, говорит Раби Йоханан бен Закай своим ученикам. Потому что от доброго сердца зависит все остальное. А если мы это пропустим, так мы пропустили, в принципе, все. И давайте посмотрим сейчас, как это объясняется у нас в Талмуде. Алькен бешэээлах гун алеха бетцалээла, миохээзэта лэкадош барху, лэмошээ. Поэтому, когда в севээшни, говорит, слушай, при годин цибээкто бетцалэээл, айта тщула керэх ашээээлла. Ашэээлла айта лэорэр шарэлэд диээк, им титкат бетцалэээлл, глюя льудэта альмот шэйдалам. То может дать смидецэнсвэпэр бетцалэээлла нашэээлла, только в севээшни, поэтому мошээ ему говорит, севээшни, перед тобой же он хороший, это уже прошло и меня тоже. Гамалитарон бетурэу бухумак, беру витарон бауфэн агалуи лэмошээ, айта тщула, ши им лэфанэха гун, лэфанай ло коль шэкэн, понимаете? Поскольку здесь бубрихоэм, каломар, айтарон шээээлла бэйхудэш лэмута хухмак, уже не бэмаля, мошээ мог понимать только с точки зрения Туры, с точки зрения даже управления, но это только второе. Потому что если он перед тобой, Всевышний Годин, второе это передо. И всевышний говорит, да да, так у нас мы прошли два экзамена внутренние, которые только я знаю, говорит Всевышний. Второе, ум, который ты знаешь, мошэ, но тем не менее это недостаточно, иди посоветуйся с народом, он должен, быть приятным народу. Это самое третье. Кэээн. У мошэй циб дворим лэйны Искраэээлла айглэвавам ганкэ лэаскилэла шлемут. Кэээн, это недостаточно, должна быть тоже шлемут амонит. И говорит Аравкук. Бэзот тие теуда лэдорот. И это теуда, это говорит теуда, это, в общем, Всевышний нам заповедовал, и говорит, что это лэдорот. Лэдад от оffeин амэйлы бэбхэлээт ээ пар Аназ. самый лучший образ, самый лучший образ, как выбирать руководство. Да, что ты лег на маалата цедекахохма и на токе седер захарзе. Именно таким образом. Ваим эленану идут брюра в душата нефеш. Ну, Рав Кук знает сейчас вопрос. Слушай, у Моше был бог, который сказал ему какой-нибудь хороший человек внутри. А у нас же нету. У нас же нету этого. Так как мы сегодня будем выбирать, говорит Рав Кук? Сегодня у нас нету. Имя доброе у этого человека. Мы видим, спросим, как этот человек? Понимаете? Все вам будут оцениваться про него хорошо, приятно. Да, мы не знаем, но поскольку в народе его имя, оно шмо улехлефанав, как у нас написано, имя его идет перед ним, это уже нам достаточно. А если его имя это уже говорит о проблеме. Надо говорить про внутренние качества. Сегодня у нас нету пророка, который нам бы сказал про этого человека. Но у нас есть имя его, которое ходит перед ним. Это то, что нам дает какую-то индикацию, как дальше идти. Миришит, кодришат, химбейкули, парнас, мувана да варшана, а сукимба парнас арауи митсан идиотав. Конечно, он должен быть знаток и так далее. А только потом он может быть с точки зрения популярности, с точки зрения как он разговаривает, как он выглядит и так далее. Таким образом, я думаю, что это каждый из нас. Это не только когда мы выбираем. Каждый из нас, он тоже какой-то руководитель. Мы руководим. Мы должны знать самое главное. Главное – это человеческие качества в жизни. Это везде. И в семье, и в работе, и так далее. Во всем. Второе – конечно, надо учиться. Надо учиться, надо познавать моменты, которые, чтобы добиться каких-то высот. Ты не можешь развивать свой ум. В общем, не только развивать ум. Ум мы тоже можем, когда мы учимся, мы развиваемся и так далее, мы стоим умнее. Мы знаем больше. Это второе. И третье – это наше отношение в обществе, как мы ведем себя в обществе. И это по-настоящему руководство, личное каждое из нас. И, конечно, в обществе как это выбирать друг друга. Спасибо. Это, в принципе, первое, можно бы сказать, проект, который у нас в Торе начинается, и как мы назначаем. Окей. Большое спасибо. Будем надеяться, что наши манагимы и выборы этих манагимов, они будут по ходу и утер соответствовать. Аминь. Рав Давиду, большое вам спасибо. Большое спасибо. Однако, надо признать, что в мире у нас стало очень много лжи-лидеров, и распознать их чрезвычайно тяжело. Это реплика моя по поводу вашего блестящего выступления. Позвольте вопрос не по теме. Вот у вас за спиной висят горско-еврейские ковры с изображениями. А это кто? Это мои дедушки и бабушки. Я у моих родителей сейчас нахожусь. Это не горский. Мы бухарские. А, извините, пожалуйста, извините. Я вижу вот у одного из них слева там награды, по-моему, советские. Да, мой дедушка воевал, дошел до Берлина. Это мой дедушка. Вот таких людей надо было выбирать. Это был бы хороший вариант. Тов, шаво топ, суро топ. Тово топ. А можно вопрос? Ну, давай, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, а почему среди качеств не было нигде услышано, что трепет перед небесами и мудрость? Потому что, когда у человека, главное у человека, самое главное, это человеческие качества. И поэтому, когда мы ищем, когда у человека по-настоящему хороший, правильный человеческий качество, он и будет, дойдет перед трепетом и к Богу тоже. Это всегда у нас так, потому что, вот возьмите Пар-О, я вам скажу, Пар-О, у него было качество неблагодарность Йосефу. Помните? Йосеф, он спас в принципе весь Египет, империю от экономического страшного краха, голода. И он, вот это его неблагодарность, которая у нас написана ле-я-да-ти от Йосефа, я знать не знаю Йосефа. И вот это я знать не знаю Йосефа, это что-то человеческое, потом привело к нему, говорят на мудрецы, я знать не знаю Бога. Поэтому, если существует основа правильного человека, это приведет к тому, то, что есть в какой-то мере богобоязнь. Но я всегда говорю, когда выбирать какого-то руководителя на какой-то проект, да, нужно специалиста, а не религиозного человека. Если человек, он нерелигиозный, но он больше специалист, чем религиозный, лучше брать надо руководителя, который нерелигиозный. Но должны быть хорошие качества. Это по-любому. Хохматлеев! Хохматлеев! И лев, и хохматлеев! Окей! Мехус! Шавотов, шавотот! А на сегодня не может быть человека, который с помощью этих качеств объединит еврейский народ? Я думаю, что он родился уже. Человеческое качество ум и выглядит нормально. С помощью этих трех качеств, которые вы перечислили. Я думаю, что без ратушем есть. Конечно, есть. Он уже родился. Спасибо. Шалом, шалом. Пока. Спасибо всем. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.